Верный ученик Христа Гвив Приезд миссионера «Трам-там-тарам-там!» — прозвучал барабан, сообщая жителям Инака, небольшого селения в республике Камерун, что к ним приближается белый человек. Услышав этот барабанный бой, молодые и старые должны были прятаться. Робкие, дикие чернокожие бафийцы боялись и ненавидели белых людей. Они видели в них самых страшных врагов и потому избегали всякого общения с ними. По этой причине они перенесли свои хижины подальше от главной дороги, в труднодоступные горы. Белые появлялись здесь редко. В основном это были карательные экспедиции, которые убивали мирных жителей. Поэтому весть о приближении белого человека вызвала у жителей Инака беспокойство и страх. В одно мгновение все селение будто вымерло. Однако вскоре раздался второй сигнал, сообщающий, что белый идет без солдат. Эта весть успокоила взволнованных жителей. Они начали осторожно выходить из своих укрытий, с интересом рассматривая белых людей, остановившихся в тени огромного дерева. Не прошло и часа, как вокруг иностранцев, посетивших далекое негритянское селение, собрались чуть ли не все жители. Они громко переговаривались, стараясь выяснить, по какой причине пожаловали к ним белые. Наконец, самый старший из европейцев что-то сказал своим юным друзьям, и они стройно запели на понятном для бафийцев языке. «Бог есть любовь! О, какое счастье! Бог есть любовь! Он избавил нас!» Пять мальчиков со своим учителем, миссионером, путешествовали по Камеруну с проповедью Евангелия. В инок они пришли впервые. Когда мальчики спели песню, миссионер приветливо поздоровался и попросил разрешения что-то рассказать. Притихшая толпа молчала, а вождь сдержанно кивнул в знак согласия. «Войдя в ваше селение, — начал миссионер, — я обратил внимание, что возле одной хижины стоят чашки с костями и круглыми камешками. Подобное я видел и в других селениях. Это место ваших жертвоприношений. Почти перед каждой хижиной у вас висят пучки священной травы, сухие лягушки, листья маиса, изображения богов. Я знаю, что жуткий страх перед злыми духами заставляет вас приносить жертвы, носить разные талисманы, и все же вы не можете избавиться от страха. Ни одному из вас не удалось получить ответ на свои просьбы, хотя вы верите, что жертвы и талисманы расположат к вам невидимые силы. Я знаю, что многие из вас жаждут лучшей жизни. Выражение ваших лиц говорит мне, что вы не имеете счастья, что на сердце у вас нет мира. Я пришел к вам по поручению Творца Вселенной и принес вам радостную весть. Бог, сотворивший весь мир и людей, думает о вас. Он любит вас всех. Он хочет, чтобы вы освободились от власти злого Нгадера, главы нечистых духов. Миссионер стал рассказывать о Божьем Сыне, как Он пришел на землю, как жил, умер и воскрес. Внимание миссионера привлек один мальчик, лет четырнадцати. Не сводя больших живых глаз миссионера, он с особым вниманием слушал его рассказ. Миссионер увидел в этих глазах жажду и понял, что мальчика заинтересовала евангельская весть. Это был Гвиф, второй сын вождя. Как и у всех негров, у него была темная кожа и черные курчавые волосы. Подозвав к себе Гвифа, миссионер спросил, «Хочешь пойти со мной в Ндумбу, чтобы в школе больше узнать о великом Боге?» На лице мальчика появилась улыбка. «Масса, если бы ты взял меня с собой, я пошел бы с великой радостью», — пылко ответил он. «Хорошо», — сказал миссионер, «завтра я поговорю об этом с твоим отцом». Охваченный радостным волнением, Гвиф долго не мог заснуть, а утром миссионер, как и обещал, отправился к вождю с просьбой, чтобы он отпустил Гвифа в школу. «Я сам буду заботиться о нем», — убеждал миссионер вождя. «Гвиф многому научится в школе и в будущем станет хорошим человеком. Я беру его под свою ответственность». Старый вождь мрачно выслушал миссионера и вначале не подал никакой надежды на то, что исполнить его просьбу. «Мы всегда жили по обычаям наших отцов и уже состарились без наставлений белых людей», — проворчал он. «Почему же мой мальчишка должен поступать иначе? — Неужели ты не хочешь, чтобы твои сыновья жили лучше?» — спросил миссионер. «Может, он и сам не захочет идти с тобой», — возразил вождь. В этот момент появился Гвиф. Упав к ногам отца, он взмолился. «Да! Разреши мне пойти с белым человеком!» «Чему ты хочешь научиться в школе?» — строго спросил вождь. «Побеждать злого духа Нгадера, который причиняет нам много вреда». Эти слова покорили сердце отца. «Хорошо», — мягко сказал он. «Я отпускаю тебя. Иди в Ндумбу». Вождь дал Гвифу в проводники двух мальчиков. И спустя несколько минут они уже стояли перед миссионером, готовые к путешествию. Но оно началось только через несколько дней. В школе миссии. Гвиф присоединился к группе учеников, путешествующих с миссионером. Ему поручили нести складной столик и бутылку с водой. Мальчик бодро шагал вперед, стараясь держаться поближе к миссионеру. Им предстояла долгая дорога. Целых восемь дней они будут в пути. Они шли, останавливаясь, лишь чтобы поесть и переночевать. Пока Гвиф видел родные Бафийские горы, он был веселым, жизнерадостным, вместе с учениками пел одну песню за другой. Но как только они вошли в пределы другого племени, языка которого Гвиф не знал, это веселое настроение исчезло. Опустив голову, Гвиф шагал молча. Заметив перемену в мальчике, миссионер подозвал его к себе. «Гвиф, ты, похоже, хочешь вернуться на родину?» Гвиф опустил голову. Ему нелегко было ответить на этот вопрос. «Маса, я хотел бы идти с тобой, но у меня что-то так неспокойно на сердце». «Наверное, я лучше вернусь», — наконец сказал он. «Ты когда-нибудь охотился на буйвола?» — вдруг спросил миссионер. «О, меня уже несколько раз брали на охоту», — оживился Гвиф. «Получалось ли у вас без всякого труда поймать буйвола за рога и убить?» «О, нет, это невозможно», — покачал головой Гвиф. «Сперва мы несколько дней выслеживали зверя. Потом охотники окружали его и пускали в него стрелы. Иногда буйвол метался по лесу и даже ранил некоторых мужчин, но в конце концов мы побеждали его». «Мой мальчик, подумай о том, что Нгадер во много раз сильнее буйвола», — сказал миссионер. «Чтобы победить его, нужно быть мужественным. Нгадер не отступает перед слабым и нерешительным. В сражении со злом нужно применить все свои силы. Конечно, один ты никогда не справишься, но я знаю сильного помощника, который сильнее Нгадера. Он победил этого злого духа раз и навсегда. В школе ты много узнаешь об этом победителе. Его люди тоже не боятся Нгадера. Не думай о возвращении. Старайся думать о том, что ждет тебя впереди. Когда ты научишься побеждать Нгадера, тебе нужно будет вернуться в свое племя и научить своих родных побеждать коварного врага». Эти слова вдохновили Гвифа. «Маса, я останусь с тобой и буду делать все, что скажешь», твердо сказал он, подняв голову. В потухших глазах мальчика снова вспыхнула радость. Наконец путешественники достигли Ндумбы. Еще не вышли они из леса, как услышали пение. На опушке их ждала жена миссионера и несколько учеников. Долгожданная встреча была радостной. Миссионер тут же представил своей жене новых учеников. Она каждому мальчику протянула руку для приветствия. Гвиф с нескрываемым удивлением смотрел на белую женщину. Таких он еще не видел. Миссионерский дом был построен из простых кирпичей, но Гвифу он показался очень красивым и необычным. Сравнивая его с хижинами бафийцев, мальчик смотрел на него, как на чудо. В миссии для Гвифа все было новым, впечатляющим. Он с утра до вечера не переставал удивляться, глядя на пищу и на образ жизни белых людей, на их почтительное отношение друг к другу и к чернокожим мальчикам. На следующий день началась учеба. По движному Гвифу, привыкшему к полной свободе, нужно было теперь по несколько часов спокойно сидеть и учиться. Это требовало много-много силы воли, усидчивости и терпения. Вскоре учеба начала доставлять ему радость, и чем больше он усваивал искусство чтения письма, тем больше ему хотелось учиться. Как сверкали его глаза, когда он узнавал что-нибудь новое? Помимо учебы, ученики в свободное время работали в поле. Гвиф еще успевал помогать работникам по дому. Здесь он мог не только знакомиться с укладом жизни миссионеров, но и общаться с ними. Своим старанием он радовал учителей, которые охотно учили его правильно вести домашнее хозяйство. Раньше чистота и порядок были совершенно незнакомы Гвифу. Дома он редко мылся. Здесь же на новом месте жена миссионера наблюдала за чистотой, и к Гвифу были такие же требования, как и к другим мальчикам. Если утром Гвиф забывал умыться, она напоминала ему об этом. Несколько раз жена миссионера поясняла Гвифу, что грязный человек не только неприятен ближнему, но и легко может заболеть. Гвиф долго не мог усвоить эти прописные истины. Однако он смотрел на белую женщину, как на образец, и старался повиноваться ей. Ее похвала придавала ему сил, и он стирал свою рубашку и пояс чаще, чем прочие ученики. Для этого он вставал на полчаса раньше других, потому что свободного времени было немного. Наконец, Гвифу самому стала нравиться чистота и опрятность. Без всякого напоминания он умывался, причёсывался, старательно выметал даже самые тёмные уголки в доме. Следующим сложным уроком для Гвифа была дисциплина. В их племени никто не знал, что такое часы. Люди наблюдали время по солнцу. Гвиф, как и другие мальчики и девочки, распоряжался временем по своему желанию. Дети играли, охотились на зверей, и только голод заставлял их возвращаться домой. Теперь же Гвифу нужно было следить за тем, чтобы каждое дело делать в определённое время. Вначале Гвиф отчаивался, думая, что никогда не сможет привыкнуть ко всем порядкам, и ему хотелось просто убежать домой на волю. Однако через несколько недель старания и послушания Гвифа увенчались успехом. Жена миссионера даже ставила Гвифа в пример. К сожалению, не во всём преуспевал Гвиф. Несмотря на все старания, он с трудом удерживал себя от обмана, хотя помнил, что ложь очень противна Богу, что обманывать значит делать грех. Неправда срывалась с его языка настолько быстро, что он не успевал контролировать себя. На родине Гвифа неправда считалась искусством, и кто умел превзойти другого во лжи и обмане, считался умным. Кто лучше и бесстыднее обманывал других, тот пользовался большим уважением. Люди, живущие в миссии, наоборот, учили, что ложь исходит от Нгадера, который является князем лжи, и что обман — это грех и порог. Ни одного лжеца не впустят в Божий город. Гвиф старался не обманывать, но очень часто он не успевал одуматься, как ложь уже побеждала его. При всей осторожности у Гвифа иногда случалась беда. Он разбивал чашку или тарелку. Жена миссионера внушала ученикам, что они должны признаваться в своих проступках, но для Гвифа это была непосильная задача. Он мог особенно ловко спрятать осколки разбитой посуды и с самым невинным видом заверять жену миссионера, что ничего не разбивал. Гвиф не мог понять, почему его ловкость огорчает воспитателей, а им порой казалось, что он никогда не перестанет обманывать. Но миссионеры верили в Иисуса, пришедшего разрушить дела дьявола. Они знали, что он силен отвращать людей от зла и греха и может научить их закону чистоты и святости. Поэтому миссионеры и его жена усиленно молились, чтобы Господь освободил Гвифа от неправды. Их молитвы не были напрасны. Победа над Нгадером Каждый вечер, как только солнце скрывалось за горами и затихал дневной шум, миссионер собирал своих учеников на молитву. Гвифу очень нравились эти собрания. Миссионер читал им что-нибудь из Священного Писания, а потом объяснял. Так Гвиф узнал о великих делах Божьих, о блаженном состоянии первых людей в раю, об их грехопадении из Нгадера и о спасении от греха через Иисуса, Сына Божьего. Мальчикам разрешалось задавать вопросы, и миссионер, отвечая им, «Видел, кто как усвоил благую весть». Больше всего вопросов задавал Гвиф. Ему хотелось знать, как выглядит Бог, говорит ли он на языке негров, какими были первые люди, белыми или черными. Есть ли такая лестница в мире, по которой можно было бы подняться на небо? Хватит ли пищи в небесном городе, когда все придут туда? У негров понятие о Боге было очень примитивным. Грех так замуровал сердечные двери этих людей, что даже малейший луч небесного света не мог туда проникнуть. Бог был для них далеким и чужим. С великим трудом миссионерам приходилось разрушать неправильные понятия людей, чтобы в их сердце мог проникнуть божественный свет. Однажды миссионер рассказал ученикам, как Иисус воскресил Лазаря. Он говорил об Иисусе, как о победителе смерти и ада, и призвал учеников поверить в Него и служить Ему. Гвиф в тот вечер не задал ни одного вопроса. Он сидел тихо, глубоко задумавшись. После молитвы он вышел во двор и направился в своё излюбленное место под кокосовую пальму. В сердце Гвифа шла тяжёлая борьба. Манила прежняя свободная жизнь среди соплеменников, и в то же время очень нравился Иисус, который обещал взять своих людей в прекрасный небесный город, где жизни не будет конца. Гвиф долго думал о том, что слышал от Учителя. Наконец, свет победил тьму. Гвиф решил порвать с Нгадером и последовать за Иисусом. На следующее утро мальчик робко постучался в кабинет миссионера. Радушие миссионера было так велико, что Гвифу показалось, будто его тут ждали, и он без всяких предисловий рассказал, что услышал зовы Иисуса и решил послушаться его. Теперь он не хочет иметь ничего общего с Нгадером и долослужением и колдовством. Гвиф был первым бафийцем, который последовал за Иисусом. Ангелы на небе радовались победе Сына Божьего, а миссионер на всю жизнь запомнил молитву негритянского мальчика, который искренне решил служить великому Богу. У Гвифа пробудилась огромная жажда к изучению Библии. Ему хотелось больше знать об Иисусе. Четыре раза в неделю, помимо основных занятий, Гвиф приходил к миссионеру на учебу. Ему так нравились рассказы учителя, что он делился своей радостью с товарищами по комнате и Омой, и Ранемом. Они тоже стали ходить с Гвифом на дополнительные занятия. Вскоре к ним присоединилось еще несколько мальчиков. Так образовалась группа из восьми учеников. Они садились на пол вокруг миссионера и с большим вниманием слушали все, что он им рассказывал. А миссионер прежде всего приглашал всех к молитве. Ученики с детской простотой рассказывали Богу все, что пережили в течение дня и что затронуло их сердце. Они сознавались в своих грехах и благодарили Бога за охрану жизни и благословения. Было очень трогательно наблюдать, как негритянские мальчики изливали свое сердце перед Богом, сознательно решались освободиться от грехов и пороков и служить живому Богу. Князю тьмы был нанесен решительный удар, но он просто так не сдавался. Он прилагал все свои силы, чтобы вернуть у веровавших мальчиков свое подчинение на путь греха. Как-то раз вечером Гвив вместе с другими учениками отправился в лес за дровами. Для них это было привычное дело. Набрав по огромной вязке дров, ребята присели отдохнуть. Разговор зашел о привычках и обычаях племен. Вутийцы начали хвастаться, что они великие люди, так как происходят из очень знатного рода, и потому бофийцы, их рабы, и не смеют в их присутствии даже разговаривать. Гвив не стерпел такого оскорбления и воскликнул. «Я такой же свободный бофиец, как и вы, свободные вутийцы!» Так слово за слово вутийцы подняли Гвива на смех. «Бафиамбо! Бафиамбо! Бафийский раб! Бафийский раб!» Это сильно оскорбило Гвива. Разгневанный, он вскочил, схватил палку и бросился на товарищей. Он пришел в себя только тогда, когда увидел, что Гехима и Зимба лежат на земле в крови. У Гвива замерло сердце. Что он сделал? Разве так может поступать ученик Христа? Кто-то из мальчиков успел сбегать за миссионером, и тот, перевязав раненых, отнес их домой. К счастью, через пару дней Гехима и Зимба выздоровели. А Гвив? Миссионер надеялся, что он глубоко пожалеет о своем поступке, но мальчик делал вид, что ничего не случилось. Когда же миссионер напомнил ему о случившемся, он ответил, «Вутиец насмехался надо мной, и я просто защищался. Я же имею на это право!» «Ах, Гвив, — сказал миссионер, — так может рассуждать только слуга Нгадера, а не ученик Иисуса. Если ты на самом деле хочешь следовать за Иисусом, ты должен научиться любить даже своих врагов и делать добро тем, кто насмехается над тобой. Масса, но это ведь трудно и даже невозможно!» Ты прав, это трудно, но Иисус помогает тем, кто от всего сердца старается исполнять его заповеди. Опустив голову, Гвив принялся за работу. С тех пор прошло несколько недель. Гвиву вместе с Нимдой и Тагоном разрешили пойти в ближайшее селение навестить друга. Через два часа они должны были вернуться. К сожалению, мальчика не было дома. Он вместе с другими жителями ушел на площадь, где проходили танцы в честь одного из идолов. Еще издали мальчики услышали музыку и пение. Гвив хотел тут же вернуться на миссионерскую станцию, но товарищи уговорили его пойти посмотреть. Гвив знал, что делает грех, но не устоял. Прежде чем Гвив успел одуматься, он оказался среди танцующих. Вначале он танцевал не совсем охотно, но скоро дикие выкрики, барабанный бой и сам танец вскружили ему голову. Гвив танцевал так, что его нельзя было назвать обыкновенным человеком. Словно пришедший в выступление дервиш, он плясал без перерыва до полуночи. Когда обессилевший Гвив упал на землю, Тагон с Нимдой отнесли его в поселок, где он заснул крепким сном и проснулся только на другой день к вечеру. Когда Гвив понял, что произошло, он сильно опечалился. Умывшись холодной водой, он отправился в миссию. Сердце его готово было разорваться. Он чувствовал себя обворованным, опустошенным и несчастным. Как ему показаться на глаза миссионеру? Трижды он подходил к кабинету миссионера, но каждый раз возвращался обратно. Наконец он все же вошел. Увидев печальное лицо миссионера, Гвив понял, сколько горя причинил своему воспитателю. Громко рыдая, Гвив упал на землю. Миссионер поднял его и участливо поинтересовался, почему он плачет. Гвив с трудом выговорил несколько отрывистых фраз. Слезы ручьем текли по его коричневым щекам. «Масса, я был очень плохой», захлебывая слезами, проговорил он. «Я опозорил имя Иисуса. Захочет ли он после всего этого простить меня? Я бы служил ему всю жизнь как раб. Отрежь мне правое ухо, чтобы я никогда не забывал, что принадлежу ему». У некоторых племен был обычай отрезать у рабов правое ухо, и миссионер, зная это, понял, насколько глубоко Гвив сожалеет о происшедшем и на самом деле хочет служить Иисусу. «Да, Гвив, ты сильно огорчил Иисуса», сказал миссионер, «но он видит твое сердце. Если ты на самом деле искренне сожалеешь о том, что сделал, и раскаиваешься, он не оттолкнет тебя. Его милость очень велика, но в будущем никогда не прельщайся грехом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова